всем привет сегодня у нас 23 апреля тема 5 это расскажи правильно чтобы я не наврал всем привет меня зовут вадим сегодня мы продолжим тему прошлого раза прошлый раз у нас был фулфилмент препцент ввиду последних изменений которые случились у нас во вторник если не ошибаюсь по поводу того что amazon дал бесплатно вывести товары перед prime dm бесплатный вывод имеется ввиду что можно создать removal и одним из условий является то что товар нельзя будет вернуть на amazon создавать шопинги до 1 августа под данные оси однако же в данный момент всех тех у кого аккаунт заблокированы кому необходимо вывести товары для того чтобы перекрыть лейбл провести какие-либо манипуляции с товаром проверить партии это огромный шанс экономить большую сумму денег ввиду того что в обычное время amazon за данную операцию берет по 50 центов за юнит и соответственно на больших количествах партий там 10 5 10 20 тысяч юнитов это достаточно больно может ударить по карману и сэкономить личные деньги сэкономить деньги никогда не бывает я уже воспользуюсь этой возможностью почти 20 тысяч и вот сейчас вывозим с двух аккаунтов так что ждали специально два раза в год всего насколько я понимаю это происходит перед новым годом и перед prime да я специально всегда ждал надеялся и верил ну как бы хоть вот на этом сэкономил но достаточно нормально у тебя там получилось больше десяти тысяч на твоем объеме и вообще вообще да это как раз есть повод поменять стратегию потому что я считаю любое дело серьезное это именно когда находится стратегия на данный момент по стратегии была достаточно простая поначалу естественно мы как обычные продавцы работали с амазона нам хватало товарных складов амазона пять тысяч он плавно нам повышал но когда мы начали возить на старте там даже в одном из товарных ниш на один аккаунт там две-три позиции мы возим мы не знаю там по 2000 это минимум соответственно 6 тысяч я последний момент уже начал понимать что мы как-то неправильно возим и надо везти тысячи семьсот тысячи семьсот соответственно и там сколько тысячи шестьсот плюс надо что-то там поделить чтобы это было удобно короче стала как-то в голову входить такая мысль что что-то мы делаем неправильно и вообще запуске как-то у нас кривовато и получается вот и мы начали в китае сначала делать большие партии но больше партии чем тысячи семьсотом по две тысячи по три тысячи они же от нас китае когда нас уже продажи начинается мы соответственно срочной доставкой я как раз думал что делать с такими проблемами потому что склад реально ни кнопок ничего нет на новом аккаунте мы не смогли сколько мне людей не пытались помочь я там искал не смог увеличить склад от пяти тысяч и получается такая ситуация что вот как раз через склады посредников это нормальный вариант второй момент это постоянно вот эти банные разбаны всякие суета переклейки все остальное проще привести на склад и оттуда уже маленькими партиями отправлять потому что можно опять же доставку амазоновскую с вашего склада и взял правильно да все верно это на самом деле если допустим все прекрасно все хорошо никаких банок не происходит с листингом и все окей есть постоянная продажа то на небольших количествах винтов 3-5 тысячи винтов можно спокойно работать с амазоном продолжать дальше а если рассматривать варианты тогда такие как допустим ты не уверен в своей нише либо не уверен в том что будет с твоим аккаунтом завтра послезавтра и учесть риск того что аккаунт может быть забанен товар заморожен тебе придется все равно купить захоронение амазону или товар нужно будет вывести заплатить за каждый день 50 центов а потом еще проценту за работу в итоге это в среднем получается там по доллара на каждом днике еще дополнительно за вот эти все операции если ждать ждать его и хранить дальше на амазоне то опять же это оплата за хранение на самом амазоне что тоже необходимо корректно считать правильно все учитывать все моменты которые за которые они снимают деньги чтобы потом в итоге не оказаться у разбитого крыльта потому что фи много не снимаются за разные действия и к сожалению на сегодняшний день я честно знаю очень мало людей которые учитывали бы все все затратные части которые несет в себе амазону в плане складов обработки отправки всего остального а также учитывая последние изменения что полугодичные тарифы меняются они будут сниматься через полгода каждый месяц будут на котором скорости будут первые которые перемещены минимальные потом будет еще второй который уже будет после того как товар хранится больше года и если все перед перечитывать переводить затратную часть по товару то это очень много и в большинстве случаев сжирает наверное всю маржу с которой вы работаете с которой в принципе можно работать в данном случае медцентр позволяет диверсифицировать складские запасы и отправлять ровно столько или возможно чуть больше чем продается в определенный период периода неделю в 3 дня в 5 дней в 10 дней либо же любой другой цикл который вы подберете для себя это можно настраивать это можно автоматически все делать выгрузки данные все ведутся в таблицах мы сейчас подбираем максимально удобный формат тестируем с денисом данный способ работы для того чтобы в будущем создать на с этого формата какую-то стратегию которой можно придерживаться и постоянно по ней идти вперед и работать с ней на постоянной основе и использовать ее уже больше как подушку безопасности для себя и для своего аккаунта для своих товарах хотел еще добавить то что amazon вывозит очень долго и рестарт товара рестарт лисинга рестарт аккаунта очень долго когда у меня товар час висит будет висеть на вот этих независимых складах при бане аккаунта лисинга я не планирую меня ничего там такого нет просто я уже наелся и очень такой негативный опыт в этом отношении есть быстрый рестарт вот покупка аккаунта мы переоформили документы за день просто переоформили документы за день отправили его товар все у нас уже рестарт дело решительным сделали мы за один день мы можем вывести уже товар и соответственно там товара приходилось там за три-четыре там пять-шесть дней мы уже можем рестартнуть аккаунт вот и все мало ли какая ситуация и третий момент еще в этой ситуации вот у нас была сейчас проблема я ошибся делали новый аккаунт повезли товар он на таможне стоит и мы увидели что наш аккаунт забанили а забанили потому что он у нас полгода висит мы оплачиваем за него там 50 долларов профессиональный я так как аккаунт опять же непонятно на кого деньги кончились на счету не рассчитывали про строчи на несколько месяцев я оплатил свои карты в другой которым дом аккаунт его забанили он сейчас там пытаемся разбанить вот ну как бы не был товар повисит а товар извинить там на 25 или 30 тысяч долларов не помню доставку вот та же ситуация если мы на фулфилме ушли свадьба товар тогда бы не было проблем он приехал мы там тормознули просто и все то есть ну просто я понимаю что как бы приходится уже перестраивается там нравится нет или не нравится надо двигаться дальше и вот этот один из таких шагов на мой взгляд вот я принципе это не планировал она само собой к этому пришло вот на мой взгляд это вот очередной шаг уменьшение рисков работы на амазоне я закончил по складам мы прошлый раз все обсудили я сейчас готовлю страны таблицу которая можно будет посчитать затратные части по амазону корректно сколько он снимает захоронение за тот или иный период времени указывая меняет от их таблицы чтобы это все подсчитывал это будет больше информационный такой такая таблица которая поможет проекта просчитывать затраты на склады на амазоне а также сразу же сравнивать пик с затратами на других сторонних спадах ну в данном числе это будет просто где можно будет забить данные и в зависимости от размера своей партии просчитать возможные варианты затраты учитывая тренды продаж сколько товара необходимо досылать на амазон какие даты и как это лучше всего корректно оформить я думаю что на этом не нужно как неделя максимум полторы для этого мы с Денисом потом его протестируем и отдельно на эту тему еще поговорим дальше можем продолжить по сертификатам у меня как только презентации на сегодня по сертификации нету однако же основные вопросы которые возникают я с радостью отвечу поделюсь опытом который есть у нас на сегодняшний день и возможно какие-то вопросы которые будут новые мы примем в работу и в ближайшее время я готова по ним ну ты расскажешь просто сейчас на данный момент дам по вопросам какие есть пишите в любом случае так просто рассказывать какая какие какой опыт есть какие были там пока по я не знаю или наоборот вот у меня сейчас проблема вот с этим мы с тобой сейчас как раз работаем по поводу вот этого их бей 101 ну расскажи например по этой ситуации какая вообще движуха идет или например там какие-то другие 501 номер это сертификат который выдается на ну в данном твоем случае выдается на товар который уже продается уже ввезем на территории сша он обозначает что он его требует для того чтобы убедиться бумажка на бумажку да что данные товары не носились изменения на протяжении последних 90 дней если носились изменения то какого плана они носились какие обработки проходил товар чем его обрабатывали стерилизовали не стерилизовали возможно чем-то брызгали возможно какое-то техническое изменение произошло в течение последних 90 дней пока товар продается пока какого-то конкретного решения я с этим столкнулся впервые пришлось перечислять очень много информации и на сегодняшний день пока конкретного решения нету я есть вариант который вижу это давать данный товар в лабораторию в американский либо китайскую да не надо я лучше вывезу на ваш склад и у другого аккаунта будет продавать еще это потому что но нереальный вариант сейчас конечно мы пытаемся его рестартнуть на нашем аккаунте вот там там потому что много всяких моментов ну вот опять конкуренты постарались большое спасибо все сделали того чтобы мы не работали но как бы это мы просто время просто в этом сертификате потому что я смотрел примеры его на самом деле там на коленке пишется что изменение никаких не вводилось подпись инспектора и печати больше ничего не получится ну понятно же это процедура может этом неделю две-три пока они это все дела сделают да и где это в америке найти это не руками принес отдал на проверку и у него а надо дистанционно где-то найти лабораторию денег заплатить перевести официально не бойся потом соответствует официально сделать этот сертификат который первыми предоставили людей вообще от другого производителя с левыми этими как его звать сын меданами ну вообще все левая дата у нас и 10 как наш фабрики не как обычно как все все как обычно на левые 10 как взяли аналогично не взяли соответственно накладную то бишь инвойс от китайского производителя от этого все такое на коленке из-за этого как-то не особо хочется углубляться когда вокруг тебя десятками сотнями людей торгуют этим же товаром без проблем у меня был опыт когда везли товары которые подлежали сертификации в америку и поставщик доставил неправильный некорректный настоящий где сертификат который в итоге ни к чему не прикрепляется и на таможне нас отправили на инспекцию на проверку и данный товар который запретили продажи на территории сша нормально его отпустили в порт отпустили на стат и выдали бумагу что в следующем будущем для этого товара существует только несколько вариантов это либо пройти сертификацию в америке либо же реэкспорт отправить его другую страну с америке и не третий вариант был уничтожение груза что-то уже было необходимо было таможне предоставили сертификат о том что данный груз уничтожен уничтожен по всем правилам по всем правилам американцы по всем американским стандартам все корректно мы заплатили деньги за то чтобы товар из нашего склада уничтожили его это в общем получилось еще в тысячу долларов на три полет за уничтожение данного груза ну и плюс соответственно хранение пока мы все это дело принимали решение и так дальше плюс на самом деле в америке ввозе на территорию сша в том что они разрешают ввозить данные товары допустим в украине бы такого ну это был бы такой нонсенс в этом плане работы потому что товар бы не разрешили ввести и оставили бы еще на таможне заморозили заставили бы все это время купить за склады на которых он бы хранился в америке все проще ты можешь забрать его однако же ты не имеешь права его подавать на передовой стране они выписывают бумагу и дальше ты понимаешь еще что делать поэтому самые лучшие варианты в этом случае это заранее согласовывать и проверять все сертификаты которые дают поставщики насколько они корректны насколько они подходят насколько можно с ними работать и с данным товаром насколько они настоящие правильные потому что бывали моменты когда подсовывали сертификаты с названием на другой товар или даже с некорректным названием ну я сталкивался ситуацию как у меня eclipse glass был в прошлом году просто в конечном итоге все кто торговал этим товаром все было одинаковой сертификат непонятно с какой фирмы абсолютно все и начальной стадии один и тот же был сертификат и в конечном итоге потом сделали свежий новый тоже они на весь китай один сертификат делают общаковой ну ты потом друг у друга или тырят его или там еще каким-то образом все может быть либо все покупали на одной фабрике ну да это тоже очень часто практика какую-то как какую-то основную часть так скажем например не целиком например они сборы сборкой занимается узловой а вот эту составную часть основную где-то закупают действительно да все реально может быть потому что на многие устройства подходят потребуется цикад на каждом на разные части данного изделия у нас был опыт с электроникой когда запрашивали на платы из которых состоит любой отдельные сертификаты а на само изделие отдельные сертификаты и практически на все составляющие данного устройства запрашивали те или не сертификаты и в итоге еще потом запросили сертификат общий на все устройства где было бы полное описание всех компонентов которых собрано на изделие и все сертификаты на данные компоненты то есть ну если играть в долгую да готовится к выходу на рынок глобально к выходу потом в сети в розницу в продаже то наверное это стоит сделать заранее если планировать работу на скоком да там пришел продал ушел то возможно такой формат работы не подходит и даже данная группа товаров не совсем не подходит потому что вот если брать электронику да и UL сертификаты и подобного типа то это больше уже для игры в долгую потому что под многие товары необходимо подбирать конкретно необходимо проводить все такие исследования делать сертификаты непосредственно на эти товары для того чтобы в дальнейшем все вопросы которые будут возникать все ситуации все запросы которые будут делать от амазона от других продавцов от каких-то служб американских либо еще чего нужно быть к этому готовым готовиться заранее и согласовывать все не только с поставщиком с форвардером а еще и с туристами и советоваться с этими службами которые делают сертификаты потому что это большой рынок и нужно быть готовым к тому что примерно так легко подавать А сколько стоит такое удовольствие от FDA? В среднем от 700 и больше долларов США в зависимости от того какие необходимо проводить исследования с данными товаров мы делали запрашивали не делали запрашивали для одной украинской компании они занимаются детскими продуктами питания вопрос стал в том что необходимо было остановились на чем в том что необходим был приезд специалистов в Украину для инспектирования данного производства по всем стандартам и уже только после этого они могли выдать сертификат что это подразумевалось это подразумевалось с того что необходимо было оплатить перелет данного сотрудника прибыти его в Украину проживание и за каждый его рабочий день необходимо дополнительно было оплачивать если я не ошибаюсь то ли 350 то ли 400 долларов в день я подниму переписки у меня это указано и в общем сертификация на один продукт в линейке их было больше 10 обошлась до 3500 долларов за каждый день этого а это месячная полгода в год сколько это время? сертификат выдается на 1-2 года в зависимости от его типа но агента ну человека который будет представлять вашу компанию в Америке и ваш бренд необходимо проплачивать один раз в год он проплачивается до конца года то есть если вы покупаете его он стоит примерно в среднем по рынку это 570 долларов на год но важно понимать что он покупается на календарный год то есть если вы покупаете его в октябре я понял понял в декабре купил месяц остался да а сертифицируется именно производство или продукт? сертифицируется и производство и продукт в зависимости от потребности от того что необходимо ну допустим произвел допустим продукт я в Китае какой-то там создал с нуля и повез его соответственно на Амазон где я должен проходить эту сертификацию и сколько этого может стоить? проходить ее можно в двух вариантах один вариант это в Америке его можно отправить в лаборатории второй вариант в китайской лаборатории в зависимости от сложности данного продукта от того с каких частей он состоит как происходит производство у вас запросят те или иные тесты на данный товар также могут запросить варианты самого производства технологий имеется ввиду что если товар подойдет какой-то термической, синической любой другой вариант обработки они могут запросить все этапы при которых он обрабатывается как он обрабатывается какие режимы происходят в данный момент времени то есть полную технологическую парту насколько производство и завод готовы будет это предоставить это уже другой вопрос но у нас был случай когда запрашивали полностью все этапы производства все температурные режимы при которых производится товар это продукты питания у меня больше опыта с этого формата когда это все запрашивали и определенные данные завод мог выдать а некоторые данные он не мог предоставить даже для того чтобы хотеть эту сертификацию в итоге это все остановилось ввиду того что они побоялись приезда специалистов сюда в Украину для тестирования производства ежели мы говорим о Китае и производстве какого-то медицинского товара опять же нужно смотреть какого и делать запрос по поводу того что необходимо для данной сертификации часть этих исследований можно будет пройти в Китае на одной лаборатории часть необходимо будет пройти на другой потому что каждая из лабораторий специализируется на определенном количестве тестов которые они проводят в то или иное время уже в зависимости от конкретной задачи вы можете подобрать для себя ту или иную лабораторию которая это может сделать на сегодняшний день потому что какого-то универсального ответа что это стоит там 500-700 тысяч долларов к сожалению не существует ввиду того что для каждого типа продукта необходимы отдельные исследования отдельные задачи отдельные тесты которые проводятся это касается не только FGA это касается и CPC сертификатов для игрушек это касается и UL сертификатов для литровных изделий это касается и FCC сертификатов которые делаются для блютуз товаров которые работают с технологией блютуз и для всех любых других вариантов сертификатов которые вас могут запросить и уточнить либо что-то еще у каждой из них делается на конкретный товар конкретное изделие даже в большинстве случаев на конкретную модификацию изделия что практически делает невозможным какую-то унификацию да либо же одно единое решение для всех я надеюсь я ответил на ваши вопросы ну в общем и целом да только еще понять кто собственно говоря должен мне вот задавать этот вопрос то есть что я должен у китайских этих лабораторий спрашивать делают они или не делают я поясню на сайте FDA есть список сертифицированных лабораторий которые производят могут выдавать сертификаты либо же проводить проводить тесты по данному продукту и выдавать определенные решения те или иные и там достаточно большой список китайских факт китайских лабораторий которые это делают они более живо отвечают на сообщения по опыту чем американские службы а также они более более низкие в цене в стоимости данной заподачи и соответственно в большинстве случаев они еще быстрее делают данные сертификаты по данным исследованиям насколько они это качественно делают я не могу вам гарантировать либо отвечать за это все однако же то что это быстрее дешевле и в большинстве случаев они более сговорчивые чем американцы это да это факт на сайте и там есть список лабораторий которые могут проводить те или иные тесты однако же тоже важный момент с той чем мы столкнулись что не все лаборатории проводят все тесты которые необходимы есть моменты когда только с этих там 20-30 лабораторий только определенная там часть 5-6 там 3 бывает делают именно те тесты которые необходимы поэтому иногда приходится это все дело проселивать выбирать уже в частном общении с каждой лабораторией А как можно узнать какие тесты нужно проходить вот мне например Amazon на CPC сертификат сказал что ему каких-то тестов не хватает но каких конкретного они указывают да в данном варианте ну единственный вариант который может быть максимально корректным да чтобы не делать лишних каких-то движений это запросить какие именно тесты для вашего продукта необходимо сделать у самого CPC то есть там писать им письмо сказать вот такой вот товар вот я хочу его продавать я хочу знать какие тесты мне необходимо проходить когда у вас будет официальный ответ вы сможете сверить его с тем что у вас есть и уже апеллировать к Amazon с теми данными которые мы вам предоставили потому что я честно не знаю ни одного специалиста на сегодняшний день который мог бы вот так сходу посмотрев на товар либо услышав что за товар ответить какие именно тесты для него необходимо проходить на это способна только сама организация которая их затвердует которая их дает данные сертификаты и уже потом с этим списком тестов он обращается в лаборатории для получения данного сертификата им нужно будет им не нужно посылать сам образец товара им достаточно послать картинку или так в зависимости от того какие тесты необходимо проходить и в зависимости от того что ну вы саму картинку это не совсем правильно будет и вряд ли вы получите корректный ответ когда отправите одну картинку вам необходимо будет описать полностью с чего состоит данное изделие из каких деталей соответствует какие материалы использовались при производстве данного изделия какой краской оно обкрасилось из чего оно сделано где его делали адрес контакта данной фабрики максимум информации которые вы сможете собрать и отправлять его и запрашивать информации о том чего им еще не хватает для того чтобы это определить уже само изделие необходимо отправлять в том случае когда вы уже получаете сертификат вы отправляете образцы для того чтобы они Они их провели тесты и смогли выдать соответствующие документы. Ясно. То есть, в принципе, есть какие-то у меня тесты, которые уже проходили, допустим, в лаборатории в Китае. Я думаю, это на повседневной степи. И там достаточно, в принципе, информации. Они только должны оценить и сказать, сколько такие нужны дополнительные тесты. Да, да. Вы подаете свой товар, показываете, как он производится, где он производится, какие материалы. То, что я все перечислил до этого, все составляющие пункты по максимуму. В идеале рисунок, из чего состоит изделие, описание каждого отдельного пункта, как он производит, где и так далее. Для того, чтобы они могли максимально корректно оценить ваше изделие, дать вам информацию. Потому что большинство запросов, которые появляются с позиций, там, вот у меня вот такой вот товар, фотография, да. Вот такой товар, что делать, я думаю, что вы вряд ли получите от них ответ какой-то максимум. Ну, хотя бы какой-то ответ, в принципе, да, на ваш запрос. Мы, когда занимались данными сертификатами, когда подавали заявки, мы старались писать максимально подробно. И то, для того, чтобы добиться ответа, необходимо было там драться с ними, звонить, выписывать несколько раз на день, для того, чтобы получить какой-то разумительный ответ. Я думаю, что они максимально перегружены, тысячи продавцов управляют это все каждый день. И они просто банально не отвечают на все, не поданы данные настолько, насколько им необходимо на сегодняшний день. Ясно, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Денис, ответаю вопросы еще, может быть, до 10 утра. Смотрю. А если европейский сертификат, а, соответственно, ну, то есть под Европу товар сертифицирован, вот я сейчас смотрю, какой-то он ИС 22000, вот, и ввести, например, в Америку. У них есть какая-то, ну, вот, коллаборация между ними? То есть как-то можно связать FDA и вот эти вот европейские сертификаты? Можно пробовать, но я скажу по опыту, что все сертификаты, которые выданы в Европе или даже в Украине, пока что не проходили в Америке. У них своя внутренняя система сертификации, и они подлежат только своей внутренней системе. Ну, то есть они все равно запрашивают FDA сертификацию, если нужно, выезжают на производство и так дальше. ICO 22000 выдается на, насколько я понимаю… Я помню, выясню, что у нас, что там, ISO 2001, что-то там было, на производство сертификаты. Ну, честно, не скажу по этому сертификату, я не сталкивался с ними. Однако же, ну, вам необходимо запрашивать у них, у производства, делали ли они что-то под Америку, и потом уже запрашивают в Америке, насколько им подойдет данный сертификат или не подойдет. Я с уверенностью, с процентом на 90% могу заявить о том, что все-таки его не пимут для таможни, либо же для американской страны только даже товара. Так, здесь нам пишет Григорий, а как насчет вопросов патентов? Каким образом… Сейчас он с патентами не работал, поэтому… Ну, и другая сеть. Да, и другая сеть. Еще он спрашивает, каким образом 1% продает 90% рынка? 1% продавцов продает 90% рынка. Таким обычным образом. Это из той серии… Сколько денег там у маленького количества населения? А я не покупал FDI, хоть продаю этот товар. Ну, вы не покупали, может вам… Вообще, FDI делается на юрфирмы в основном, как я понимаю. На производителя, на юрлица. И, соответственно, они производят и нам предоставляют, а мы пользуемся. Вообще, это цивилизованное должно быть так. И стоимость сертификации всего остального должно входить в стоимость товара. Мы занимаемся продажами. Мы не занимаемся сертификацией, мы не занимаемся доставкой, мы не занимаемся производством. Мы просто перепродаем товар. Находим людей, кому нужен этот товар, и находим разницу в цене. Вот и все. За минусом затрат. Еще есть вопросы? А сколько времени от вашего склада, чтобы на амазоновский склад отвезти? Какой промежуток? После того, как мы делаем, шипнем. Мы рекомендуем использовать партнерку от Амазона. У нее есть два варианта на сегодняшний день. Отправки. Это отправка коробкам и отправка по летам. Сроки. Зависит от способа отправки, а также от количества товара, которое вы отправляете. Коробки доставят быстрее и принимают их тоже быстрее. Однако важно понимать, что кроме способа доставки, есть еще расстояние. Наши склады находятся в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. И когда склады дают, допустим, склад находится в Лос-Анджелесе, а склад Амазона дает в Иллинойсе, то в данном случае доставка минимум это 7-8 лет. Независимо от того, какой способ доставки вы будете использовать. Это все трекается, зачастую Амазон по партнерке, когда доставляете товары, он дает возможность продавать товары еще до того, как они приняты на складе. По определенным товарам. А что значит партнерка? Партнерка-то, наверное, у вас с ними? Мы-то при чем? Нет, Шиппинг по Америке имеется в виду. Шиппинг по Америке вы покупаете у самого Амазона. Амазон имеет крупные контракты с перевозчиками. Они дают самые лучшие цены для Амазона на сегодняшний день по перевозке по Америке. Для примера. Отправите коробку UPS обычно с нашего склада на Амазон. Стандартного размера. Возьмите 5 кг посылка в таком формате. Размер 20-20-12 инч, грубо говоря. Будет стоить примерно 20-30 долларов за такую коробку. Отправляю ее через партнерку Амазона. Заказываю тоже LPS у Амазона, покупая. Сам Шиппинг, саму Лайву. Она будет стоить вам от 3 до 8 долларов за посылку. Получается в три раза дешевле. И на те же самые условия. Вот что там Трамп все гоношил по поводу этого. По поводу этого, по поводу налога и всего остального. Это такая большая тема для обсуждения, для разговора. Но по поводу партнерки она работает четко. И важный момент здесь. Даже все нарекания, которые на нее могут возникать. В плане сроков приема, доставки, чего-либо еще. У нас очень много людей. Сколько людей есть в сравнении. У каждого свой определенный опыт в этом существует. Однако же ядовственным рассматривать все со стороны большого количества Шиппинг своих клиентов. Большого количества клиентов, которые есть в нашей компании, кто отправлял. Были факапы в Амазонах, когда они доставляли неделю. Было когда две недели. Были моменты, когда они теряли данные посылки. Были моменты, когда теряли палеты и не доставляли их до Амазона. Однако же большой плюс в этом в том, что у вас есть документ, который подтвердает отгрузку по территории США. И у меня не было случая, когда бы Амазон не вернул стоимость товара по партнерке, которую они утеряли до того момента, как они это ставили. Был клиент, который запускал товар. Он взял из Украины. Везли ему две палеты груза. И Амазон потерял ему две палеты груза. И выпустил ему деньги через месяц по продажной стоимости всех товаров, которые он внес. То есть он потом спрашивал у меня, как можно делать так на постоянной основе, чтобы перевести его и сразу продать его. Да-да, вот это хороший бизнес. Ну, к сожалению, какого-то атлета по этому поводу и нету. Однако же нужно понимать, что перевозчики, которые принимают грузы, они принимают его коробками. То есть они не считают количество нитров в коробках, они не смотрят, что там есть, в каком количестве и так дальше. Они ставят печать, которая является трекинг-номером и доступна для дальнейшего отслеживания его либо на сайте транспортной компании, либо на самом Амазоне. И Амазон несет за это полную ответственность. Вы оплачиваете перевозку Амазону, а деньги снимаете с вашего аккаунта. И Амазон несет полную ответственность за это. Транспортная компания несет полную ответственность перед Амазоном. Амазон не несет ответственность перед вами за сохранность данного товара. И в случае его утери либо повреждения, она компенсирует стоимость товара. Это большой плюс, потому что заказывая на первую UPS, либо FedEx, либо любой другой компании, которая существует, там перевозят грузы по Америке, Вопросы с компенсацией – это не месяц-два, как происходит с Амазоном. Это может взглянуться полгода-год, и в итоге ничему не придет. Вам компенсируют по договорам, которые есть у данных компаний, и по официальным страховкам, которые они выкладывают на перевозку данного груза. А это зачастую настолько смешные деньги, что данная компенсация не стоит того времени, которое нам ее запрашивается. То есть вот так. Я правильно понял, что сертификация, где нужна не только для того, чтобы Амазону предоставить и иметь возможность продавать, а и нужна при растаможке она? Да, 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 все абсолютно верно. Зависит от товара и от способа перевозки. Данный вариант можно попробовать обойти. Обойти его можно следующим образом. Используя экспресс-перевозку, отправляя партии до 800 долларов, когда они не проходят через таможню США. Ну, проходят по упрощенной системе, скажем так, да, без растаможня. Однако же данный вариант, он не может на него опираться, как на постоянную стратегию ввоза данного товара на территорию страны. Потому что, так или иначе, бывают рандомные проверки грузов. И когда ваш товар попадет в данную проверку, в следующий раз данный экспортер, и данный экспортер очень сильно попадает в последующую проверку, и большая часть груза может быть заморожена на определенный период времени. А китайцы вот эти ЧС-коды меняют для того, чтобы это обойти, если партия там больше, чем не 700 долларов? В большинстве случаев они разбивают его просто на части. 200 долларов делают. То есть это экспресс-перевозку. То есть они по 800 просто гонят партиями, да? Да. Ну, каждый конкретный случай индивидуален. Я не буду говорить, что вот они всегда так делают. Но в большинстве случаев они делают вот так. Разбиваются, а мы тоже делаем. То есть это не секрет, да, партия разбивается на части. Каждый день, например, у тебя на 10 тысяч там, я не знаю, ты 10 поставок по 800 долларов просто. Каждый день отправляешь, да? Да, да, все верно. А то получается, что мы с вами не смогли товар, соответственно, вопрос таможни мимо проехали, а потом у нас это FDA всплывает, когда от нас его Amazon только требует, правильно? Ну, либо же у вас запросит его клиент, может запросить его, может запросить его, может запросить его со службой FDA, может запросить его товар. То есть момент, когда у вас его могут запросить не только Amazon. Да, давайте поподробнее обсудим, да, как кого задушить, как просить FDA, чтобы Amazon узнал, что он не дал мне FDA. Куда жаловаться, да? Да, да, конечно. Началось. Началось. У меня еще один ошибок вопрос по логистике. Такой часто возникает. Это по Америке на Amazon можно самому привезти товар? Да, конечно. Они говорили нельзя. То есть ты прямо в машину загрузил, поехал на Amazon? Важный момент в этом случае, что, ну, самому, смотри, есть определенное количество компаний, которые имеют сертификацию договора с Amazon на доставку грузов. Соответственно, только эти компании имеют право доставлять эти грузы. И то у них у всех есть определенная очередь, которую они доставляют. И определенное время окна для доставки данного товара. Они предварительно, они, как они делают, они доставляют на свой ближайший склад возле Amazon, потом звонят на Amazon, получают подтверждение того, что Amazon готов к принятию груз в какое время, в какой день. И в назначенное время привозят груз на Amazon. Ну, это понятно. Ну, то есть частник вот у меня есть там. Я не могу привезти, правильно? Я не буду утверждать, что этого вообще нельзя сделать. Но я думаю, что это практически не реально. Мне ребята в Америке скажут, что нельзя. То есть я из-за этого говорю, а некоторые периодически просто вываливаются вот эти вот. Там сами доставим там, друг говоря. Но насколько я знаю, это так нельзя сделать. Нет, нет. Вот без оппонентов это практически нереально сделать. Понятно. Так только рассказывай, я думаю, что придется огромную, даже если у тебя есть такая возможность. Ну, кроме того, что очередь, я могу просто не принять. Я могу просто развернуть и отправить обратно. Не, не. У тех, у кого подписаны, кто может доставлять, даже они в смысле в очереди там какой-то огромный стоят. Да, если они успевают по времени приехать, в который они назначили, тогда они выстраиваются в живую очередь. Но в большинстве случаев это затягивается на долгий период времени. Часто они просто сбрасывают там, прям, чуть ли не на пороге эти грузы, или потом уезжают. И в итоге сам товар принимается еще дольше, потому что он управляется зумом неоприхода военных товаров, грубо говоря. Прикольно. Сама перевозка, она, значит, такой сложный момент в плане доставки на сам Amazon, потому что вот я работаю со мной американской компанией и приходилось объяснять им, как получить appointment на Amazon. Потому что они как бы работают сертифицированными агентами, однако же вот в плане получения appointment у них было очень сложно, непонятно. Они не знали до конца, как это делается, да, при том, что работают в перевозках уже больше десяти лет. Мне менеджера их приходилось обучить, пояснить ему, ну как, что за чем происходит, кому писать, какие данные предоставлять, да, что такое референс номер, зачем он нужен, какие еще данные не нужны для Amazon, для того, чтобы мы максимально быстро получали опыт. В итоге мы сократили время доставки, когда доставляли сторонними перевозчиками, не партнерками, с недели до нескольких дней. Ну это опять же, если склады рядом назначают, а если далеко, то уже там другая история. Да, если далеко, то стоимость лучше всего использовать партнерку, она в разы дешевле, в два-три раза дешевле будет, чем любой другой вариант перевозки. Допустим, контейнер отправить полный с Лос-Анджелеса в Иллинойс, не партнеркой, а заказывая просто обычную перевозку, это стоит порядка четырех-пяти тысяч долларов транспортировкой, в основном точно другую. партнерка, это стоит, в последний раз был такой кейс, это стоило две с половиной тысяч долларов за 25 лет. Прилично. Ну да, но опять же, важно понимать, что отдельно перевозчика заказывать, это стоит четыре-пять тысяч. И это при том, что нам необходимо было заказать две-три суммы. То есть, что периодически регулируют при растаможке что-то там про две с половиной тысячи долларов, это вот ты можешь попасть под проверку, а по 700 вроде была такая информация, что… Две с половиной тысячи долларов ты точно попадешь просто, вот и все. То есть, хоть две с половиной, хоть десять с половиной, разницы уже нет, ты однозначно попадаешь, да? Здесь есть небольшое уточнение, это варианты при до 800 долларов и 2,5 тысяч долларов, они работают только под экспресс при перевозке. Ну, самолет. Только под экспресс вами. Важный момент, какое между ними отличие есть. До 800 долларов вы не платите никаких пошлин за ввоз товара на территорию страны. От 800 до 2,5 вам на почту, на почту вашим получателю груза, да, это там юридическое либо физическое лицо в Америке, ему приходит уведомление о плате таможни в пошли. То есть груз проходит таможню, он проезжает через него, грубо говоря, проходит быструю расстановку, и потом приходит еще на пошли только вашим получателю в Америке. Когда вы отправляетесь с китайцами, они устанавливают DGP, ставят, возьму, варианты платы. В моем случае они запрашивают, чтобы FDX, либо DHL, либо любой компонент, который экспресс-перевозкой занимается. Есть возможность поставить, установить, поставить запрос, чтобы сам перевозчик экспресс, да, FDX, DHL, EPS, оплатил данную пошлину вместо получателя груза и перевыставил ее на отправителя груза. Важный момент, что эта функция стоит денег у всех компаний, и, соответственно, она не всегда выставляется корректным, да, там, то есть местные офисы стараются немного здесь насыпать сверху какие-то там копеек, да, для того, чтобы потом уже перевыставить его отправителю, и он, естественно, вам перевыставит, либо уже включить там стоимость. Это вот от 800 до 2,5, и, в принципе, выше также, эта схема тоже работает, и подключается еще дополнительно брокер, да, то есть цепочка, которая растамаживает ваш груз, тогда груз уже больше, чем 10,5 тысяч долларов стоит, и отправки экспресса. А до 2,5, если у вас есть какой-то получатель в Америке, это просто лицо, которое является консильни, да, адрес доставки там будет Амазон, а у вас по инвозу проходит консильни, человек, который появляется получателем груза по документам, а то ему на его адрес придет письмо с уведомлением о плате пошлин таможенных или на ввоз данного товара. А когда такой упрощенный вариант, то ввоз обстранили, скажем, он создан для того, чтобы быстрее обрабатывать большие потоки груза. Понятно. А еще какие-то вопросы? Ну, морская перевозка дополнительно что-нибудь там интересное. Морская перевозка интересная стоимостью, сроками и… Вот сроки, сейчас, последние полгода разговор был, что Amazon тоже партнерка, что будет доставка за короткий период времени, соответственно, дешево и так далее. Насколько это надежно? Я, честно, данный сервис не тестировал и я не совсем уверен, что он живет на сегодняшний день. Имея в виду сервис… Ну, до Лос-Анджелеса доставка, я так понимаю. Мы возим до Лос-Анджелеса на сегодняшний день. Мы возим из Гланжоу и везем до Лос-Анджелеса. Транзитное время порт-порт – это момент, когда груз уже за таможень оформлен в порту, до момента, когда он прибывает в порт Лос-Анджелеса до выгрузки, это проходит в среднем 15 или 17 дней. Это транзитное время. Дальше много моментов занимает время – это непосредственно загрузка, выгрузка и попадание на порт, на само судно, которое необходимо. Потому что большие очередя в последнее время выстраиваются в Лос-Анджелесе. Вот у него последний контейнер выгружался, он прибыл в порт, он был растаможен еще до прибытия в порт, если не ошибаюсь, 14-го числа. И только 13-го он был растаможен, только 19-го или 20-го он попал на склад для выгрузки. У него почти 5 дней выгружались в судно, в порту, оно ждало выгрузки, потому что были большие очереди. Да, это вот такой небольшой минус моря, который существует, но на самом деле он существует и в авиа, и в перевозке, когда большие потоки груза отправляются на момент. То есть все везется в Лос-Анджелесе, дальше партнерка до Амазона. В большинстве случаев дают ближайшие склады. Бывают моменты, когда дают другие склады. От этого никто не застрахован, потому что, единственное, это все предупредит дать, сдать шипы не заранее, еще пока выходит в ритая, используя американский адрес и получить, убедиться в том, что вам дают ближайший склад. Либо же посмотреть на какую стоимость партнерки, которая будет для вашего груза. Это можно прочитать заранее, и данный термин не меняется. Он остается закрепленным за данным грузом. Все ясно. Короче, никаких таких эксклюзивных скоростных способов пока у нас нет. Я просто... Ну, корабли, к сожалению, быстрее, чем они плавают, они плавают. Ну да, я вот об этом и говорил. То есть, когда вещи такие говорят, мне Рубик недавно рассказывал, что там у них там что-то какое-то намечается невероятное. Ну, будет информация, будет разговор тогда. Здесь, ну, важный момент, здесь просто существует определенная подмена понятия сроков. Не, я понимаю, мы говорим от двери до двери. На самом деле это правильно. Все остальное, это будет заблуждение новичков. Вот и все. Мне интересен товар. У нас стандартный сок по морю, на который нужно понимать, рассчитывать, на который мы готовы. 40. Это 30 плюс дней. Ну, 30-40 дней. Ну, есть у меня ребята, которые 21. Часто вы 21 выкладываете. 21-21 вот так вот да. Ну, не знаю. Это, наверное, вот все-таки в такие разреженные. Я просто морем никогда не возил. И по обучению, и по консультируем, когда мы людей, мы все-таки стремимся. Нам все-таки обращаются люди на начальном этапе, а не на конечном. И они начинают все вот именно с авиа небольших товаров, небольших партий. Чтобы с морем еще не связываться, не разбираться. Я там типа доставка вот эти вот, а вариатуры даже не знаю, если честно, потому что я просто вожу все экспрессом и все. А с морем схема по 800 долларов, я так понимаю, не работает, да? Там уже, получается, в любом случае там может приходится партию всю. Да, все грузы, море, авиа, все, что под 0 плюс доллара, все полностью походит по межу. Очень часто вы можете увидеть, там группа пишет о том, что у меня авиа там по 800 долларов, то 200 тысяч долларов. Эта схема не работает при авиа. А вот это только в экспрессе, это официальные данные американские таможенники, и не нужно вводить самого себя же в заблуждение о том, что это вот работа именно так. Авиа это не является экспрессом? Экспресс – это курьерская доставка двери-двери. Авиа обычно это, когда груз прибывает в аэропорт, затонаживается, отправляется с него там на другую, потом растонаживается, доставляется уже по адресу с аэропортом. Понятно. Курьеры в большинстве своими случаями используют свой транспорт и свои склады сортировочные под таможенным контролем. То есть у них уже таможня находится непосредственно на складе курьера. И они когда прилетали самолет, в аэропортах у них есть свои терминалы большие, огромные, в которых они уже распределяют данные грузы дальше к пяти следованиям. Понятно. Из-за большого количества авиапарка, большого количества самолетов, они могут это делать в течение трех-пяти дней доставку в полосы в любую точку мира в любую точку мира. Все ясно. По поводу экспресс. Авиа уже, конечно, в сложительном полосе. Ну, бояться таможни и растаможки не нужно, да? Ну и обычные работают, понятно. Это проходит, это все работает. То есть предоставлять их корректные данные и не бойтесь платить пошли. Непонятно, как это. Это если китайцы предоставят корректные данные. Ну да, непонятно, как их проверять, корректно или некорректно. О них это не написано. Они за 100$ в идеи вписывают тебя, я так понимаю, в фотошопе может действительно вписывают твои продукты, а дальше вот ты и гадай, пройдет он или не пройдет. Ну, к сожалению, от этого застраховаться как-то нельзя, кроме получить самому сертификат и полностью провести все тесты по товару. Ну да. Так, ладно, ребят, что у нас там, вопросы есть и мы, в принципе, будем закругляться потихонечку. Ждем вопросов, я пока опять расскажу про наше мероприятие 2 июня. Всех приглашаем, у нас в апреле еще со скидкой. В мае будет дороже, так что желательно, кто желание имеет, обращайтесь к Ане, она вам все расскажет. И второй момент, что там у нас из нового, это вот эти вот очередные там аккаунты они теперь стали делать. у кого в странах нельзя напрямую сделать свои аккаунты. Вот предлагаем такую услугу, в принципе, достаточно удобно. Мы являемся гарантами в этом отношении. Все реквизиты, все остальное передается, то есть пионер, паспортные данные. Паспортные данные, все остальное. Аккаунт является на это. Сейчас скажу как правильно. Здесь я отправил. Пионер. На аккаунте 47 долларов, то есть аккаунт уже верифицированный, за первый месяц уже денежка оплачена. Вот, то есть подключена киви-карта, пионер аккаунт. Ну, короче, все положено. Ну, и наши мероприятия по PPC всех приглашаем. Вот, что там с вопросами? Есть вопросы? Вопросов? Вопросов нет. В принципе, я думаю, в записи посмотрят. Под этим постом в группе задайте вопросы. Мы на них постараемся ответить. Думаю, все. Меня можно оттекать, если есть какие-то вопросы возникают по доставке, по сертификации. А ты сейчас напиши тогда свои контакты, все под этим самым, под лайвом, чтобы было к кому обратиться. Хорошо? Да, я вот напишу, сколько на наш сайт дам, и в принципе там как раз мои контакты рассчитываются у вас. Ну, отлично. Вот, то есть какие будут вопросы, обращайтесь в любом случае, тут разговор именно больше идет не тупо о рекламе, а именно обучаться. Надо понимать, какие варианты есть, как это работает, потому что вот на данный момент дырка вот эта вот связана торговой марке, патент и сертификаты. Но еще торговой марке и патент еще как-то цивилизованно более-менее. И все-таки есть юристы, все-таки есть ребята, которые этим занимаются уже достаточно давно, и мы более-менее закрыли эту брэш. А вот с сертификатами брэш вообще просто открытая. И кроме того, как когда нас захватили за причинное место, мы начинаем бегать по Алибаби, искать аналогичные товары с этими сертификатами, на больше у нас, честно могу сказать, мозгов не хватает. Но есть еще, конечно, лаборатория верифицированная Амазона в Китае. Можно тоже как бы в этом направлении работать, но тоже достаточно непросто все это. Вот. Из-за этого по сертификатам надо дальше как бы работать. Есть какие-то, у кого есть варианты, тоже напишите. Будем смотреть, как это все работает. Может быть, есть какие-то спецы, которые решают такие вопросы? Нету в том-то и дело. Вот сколько я этим занимаюсь. Первый раз мы как раз разговариваем, этот вопрос подняли по сертификатам. Вообще нет. Есть сертификат на лаборатории, верифицированная Амазона. У меня есть список. То есть это на самый-самый какой-то невероятно крайний случай. Куда обратиться. Но есть просто такие сертификаты, такие документы, которые стоят там 15-30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов за полгода, например. Вот у нас есть там одна группа товаров. За пестициды всех банят просто и все. Вот. То есть таких товаров полно. И ты с этим можешь столкнуться только в тот момент. Главное, все торговали, 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 торговали. Еще не стал бах. И всю группу забанили. Ну все. А эти сертификаты по пестицидам даже у нас как бы полно ребят, кто этим торгует. Можно было по деньгам скинуться. Ну просто, ну там, я не знаю. Даже 15 тысяч долларов уже как-то не дешево. А там, по-моему, что то ли 30, то ли 50 тысяч. То есть какие-то запредельные цифры вообще. Потому что там, конечно, хороший заработок, но не настолько. Ну вот. Я понимаю, когда у тебя каналы сбыта есть помимо Амазона еще кучи, ты такие сертификаты делаешь и по всей Америке, предположим, торгуешь. Но одного Амазона недостаточно. За это мы как-то просто такие ниши стараемся обходить. В принципе, смотрю, вопросов нет. Тогда давайте до четверга. В четверг будет у нас опять Асель по поводу Юрфирм, по поводу, может быть, она расскажет нам по поводу организации счета в Америке. Ну посмотрим. Позадаем вопрос, опять ее покачаем. Так, значит, Вадим вот скинул как раз ссылочку на компанию. И какие вопросы задавайте ему в личку. Или лучше здесь под постом, чтобы всем было видно. Всем удачи, всем пока. Все, супер, всем спасибо, хорошего вечера. Все, пока, до свидания. До свидания. Пока.